здравствуйте друзья рыболовы никак не усидим дома похода мрачная совершенно не рыбацкая позавчера было 30 с лишним 32 сегодня 1617 и ветер жуткий но приехали кое-что получается меня кто-то спрашивал на что мы ловим и каким образом но ловим мы с берега я вам уже показывал сейчас еще раз покажу наши условия в которых мы ловим река ака ака то она ака но она совершенно разное скажем вверху рака 1 у нас она совсем другая зарезанию там совсем 3 и до самой волги вот смотрите в каких условиях вот так вы видите северный ветер совершенно жуткий вот такая вот волна и вот с таких вот обрыв нам приходится ловить вот здесь были раньше мостушки все мостушки уже снесло дело в том что при строительстве новой плотины вот наш участок подняли на метр так что у нас сейчас условия меняются и мы будем каким-то образом приспосабливаться погода вот такая ветер траву к вышит только ну новин мы исключительно на отводной поводок мы фанаты отводного поводка каким образом его монтируем можете посмотреть в плейлисте все рыбалки я вообще за этот вариант монтаж не старого младшего этом придумал то есть у нас на наших поводках практически нет металлических вещей крючок и груз все остальное кому интересно можете посмотреть на что мы ловим ну вот наш был его ящик как как тут на ветру я покажу не знаю но можете посмотреть здесь чего только нет я не останавливаться на всех вещах за последнее время мы ловим вот на такие вот вот такие вот рестора релакс все дела мы сразу в начале сезона покупаем полную пачку и концу сезона у нас дай бог останется часть они работают безотказно на судака окуня герша но вот два дня уже мы им изменили и ловим вот на таких вот козявок к сожалению здесь оборвалась этикетка что они себя представляют это дело тоже из семейства рачков у нас их несколько таких вариантов вот этот работает исключительно замечательно вот такой вот видно две клешни к сожалению ветер здесь особо не дает рассмотреть вот так у него две клешни по бокам два длинных хвостика и маленький крышонки еще по бокам монтируются они на одинарном крючке его практически почти не видно эту крючка вот такая вот оснастка ну что еще сказать у нас что у меня стоит китайская восьми жильные 016 основная плетенка и поводок сделан я уже говорил из китайского тоже ну по крайней мере купленного с алиэкспресса флюорокарбонового 025 леска работает все прекрасно если рассмотреть содержимое ящика то можете видеть что здесь самые различные насадки из самых работающих ну я бы выделил вот этот зеленый о которых я говорил вот они лежат боевые уже работают вот такие неплохо и работают стандартное машинное масло различных оттенков такие вот так что приходится в общем пробовать искать иногда начинают брать совершенно неожиданные ну тут тоже он кстати говоря рабочий вот он иногда вот такого типа коричневые они достаточно хорошо выручают вот типа стандартное машинное масло вот такие твистер очки работают то есть в основном работают твистера ну и виброхвосты работают тоже неплохо этот с одной стороны а вот вот с другой стороны есть тоже вот тоже машинное масло очень затоварились на все случаи жизни вот они коричневые про которые я вам говорил коричневые виброхвосты работают тоже неплохо ну ловля трудовая у вадим васильевич оторвал поводок и монтирует по новой снасть кстати на наш монтаж многим пришелся по душе я знаю что многие перешли на это дело почему вы посмотрите там поймете почему ну в таких условиях сами понимаете что ловить совершенно ну как говорится трудовая ловля системы никакой нет где наткнулся там кого-нибудь поймал поэтому снять проводку поклевку но я попробую ну что из этого получится не знаю но улов покажу уловчик есть владимир васильевич привязала поводок и пошел сейчас посмотрим как в таких условиях ловится груза в районе где-то грамм 30 есть урезик вот когда подводится курезу иногда происходит поклевки но как я уже сказал системы никакой поэтому предусматривать ничего нельзя при забросе леска выгибаются петлей для паурики подошел к урезу если там кто то есть то может и клюнуть а может и нет но в одном месте не берет ищем другое где-то все равно натыкаемся и вот в этой ситуации вот эти вот рачки здорово выручили там попалась мне даже несколько судачков вместе с кунями почему в этих условиях работают рачки ну в общем то понятно здесь очень много ракушечника везде во всей реке под урезом стоят ракушки и там наверное букашки вся типа пресноводных креветок других рачков там разновидностей очень много поэтому скорее всего рыба питается этим кормом и как правило попытка поймать в этих условиях чина чистый джиг успеха приносит редко но может быть щучка схватит а вот окунь судачок почему-то довольно неплохо берет эту рачка вот два дня у нас достаточно хорошо выручает ну вот даже в таких сложных погодных условиях а у нас в общем то и неплохой на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки и до встречи на водоемах